Продолжение следует... И вот теперь самозарядный Брат можно приобрести в российских оружейных магазинах за 240 тысяч рублей. Орсис К-15 Брат представляет собой полуавтоматический карабин калибра 7,62х51, 308 винчестер, с магазинным питанием. Автоматика работает за счет отвода газов из канала ствола через поперечное отверстие с коротким ходом газового поршня. Газовый двигатель имеет две установки, предназначенные для оптимизации работы системы в соответствии с мощностью применяемого патрона. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора на два боевых упора вкладыша ствольной коробки. Ствол карабина, который попал в наши руки, имеет длину 508 мм при шаге нарезов 279 мм и означается массивным дульным тормозом. Он установлен во вкладыш ствольной коробке, скрепленной с ней шестью винтами. Сама коробка представляет из себя фрезерованную алюминиевую деталь П-образного профиля с планкой Пикатинни по всей длине для установки механических или оптических прицельных приспособлений, которые в заводской комплектации отсутствуют. По бокам передней части ствольной коробки предусмотрены порты K-MOD для установки фонаря, ЛСУ и тому подобного. Снизу цели формируются вставкой с планкой Пикатинни. С алюминиевой спусковой с коробкой ствольная коробка соединяется двумя поперечными штифтами по типу системы АР-15. Ударно-спусковой механизм курковый обеспечивает стрельбу только одиночными выстрелами и невозможность выстрела при недокрытом затворе. Усилие на спусковом крючке около 2,5 кг, нерегулируемое. Карабин оснащен затворной задержкой, кнопка которой расположена на левой стороне спусковой коробки. Кнопка защелки магазина находится справа. Рукоятка возведения соединена с затворной рамой и перемещается в пазу левой стороны ствольной коробки. Сама рама при перемещении базируется двумя Г-образными направляющими вкладыши ствольной коробки, контактируя с ними пазами штока газового двигателя, а также стальной направляющей, закрепленной винтами на левой стенке ствольной коробки. Выступ этой направляющей служит отражателем гильзы. В крайнем заднем положении затворная рама соударяется с текстолитовым демпфером, закрепленным в спусковой коробке. Неполная разборка карабина Орфис К-15 Брат производится без использования инструментов. Оружие без патронов, прицельных приспособлений и ремня, с телескопическим прикладом и рукояткой управления огнем от магазинной винтовки Т-5000 на весах показало 5,2 килограмма. Интересно, что архитектурное сходство российского Брата с системой Ор-15 начинается и заканчивается хвостовиком спусковой коробки под арочный приклад и способом ее соединения со ствольной коробкой двумя штифтами. На самом деле у Брата гораздо больше общего с автоматом Калашникова. Во-первых, это компоновка с боевыми упорами во вклады шестольной коробки. Во-вторых, это узнаваемый с первого взгляда узел запирания принцип взаимодействия затвора с затворной рамой. В-третьих, конструкция возвратного механизма с проволочными направляющими и его расположение. В-четвертых, однотипный ударно-спусковой механизм, хотя и выполненный на отдельном основании, как на экспериментальных автоматах 60-х годов. На стрельбах мы проверили Брата различными патронами Барнаульского патронного завода. Они демонстрируют приличную стабильность характеристик, а также радуют ассортиментом о ценой. Для стрельбы использовался редакционный оптический прицел Дедал 5.20х56. Лучшие результаты были получены при использовании патрона БПЗ улучшенной кучности с пулей массой 9.4 грамма, с биметаллической оболочкой и стальной лакированной гильзой. Например, из положения сидя с упора при стрельбе на дальность 100 метров сериями по 10 выстрелов я получил лучшую игру по попаданию с поперечником 47 мм, а инструктор ССК «Невский» Артем Глазков с первого захода уложился в 50 мм. Для полуавтомата 308-го калибра это очень неплохой результат. Подробнее стрельба, выявленные в ходе теста проблемы и даже поломка ударно-спускового механизма карабин описаны в статье «Брат Калашникова» в январском выпуске журнала «Калашников» за 2019 год. Там же подробно рассмотрена своеобразная нелогичная маркировка предохранительного механизма новинки. Обзор подготовил главный редактор журнала «Калашников» Михаил Гептилев. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и новостные ленты ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Читайте статьи об оружии на сайте kalašnikov.ru. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok